приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про рейтинг мира танков он обновился это новый рейтинг есть днем некие непонятности загадки тайны или просто люди что-то недопонимают что это такое но вначале покажу трех победителей по 500 золота из под прошлого видео рандомная выбрал 3 если вы тоже хотите принять участие в розыгрыше золота для мира танков пишите под этим видео тоже комментарии в конце не забывайте оставлять свой ник чтобы было понятно куда золото вам слать ну а теперь поговорим с вами про рейтинг мира танков рейтинг у некоторых людей упал это прям горе какое-то у некоторых остался примерно такой же как был есть новость на портале она уже вышла давно практически месяц уже прошел блогеры не записывают видосики тоже на эту тему различные это же свои там мысли на эту тему рассказывают я же в этом видео расскажу свои мысли новость про этот рейтинг я думаю кто хотел прочитал там все в принципе написано берется отдельно статистика на каждом танке и чем лучше вы на каждом танке отыгрывать и тем лучше у вас общий рейтинг и будет вот в принципе коротко ясно и понятно также на каждом танке учитываются разные показатели вот допустим процент побед не учитывается вообще и здесь если вы такой типа ой мне командочка бои сливает не тащит они во всем виноваты но это не влияет на циферку вашего рейтинга это просто влияет только на одну циферку вашего процента побед люди которые умеют хорошо играть у них процент побед не падает а часто даже растет поэтому если у вас процент побед именно падает который вообще никак не связан с новым рейтингом мира танков то значит вы не тащите бои значит вы не приспособились к новым условиям к новым изменениям к метовым каким-то сборкам танкам новым каким-то позициям новым картам рандом меняется а вы под него не подстроились поэтому вы не тащите вот и ваш процент катится туда куда катится кого-то там винить в этом не стоит у всех бывают серии поражений серии побед даже те люди у которых процент побед высокий поэтому не нужно расстраиваться если у вас там один раз серия поражение затянулась но затянулась и затянулась когда-нибудь будет и серия побед проблема не в этом а в том чтобы вы в каждом бою показывали все на что способны и быстро подстраивались под ситуацию и показывали все на что возможно брали метовые классные танки и на них влияли на исход боя тогда и будет процент побед но это процент побед бог с ним вернемся к рейтингу мира танков какие параметры учитываются на каждом танке который влияет на ваш общий рейтинг нанесенный урон плюс содействие заблокированный урон количество уничтоженных машин противника и процент выживания здесь кстати что очень интересно не процент побед учитываются а процент выживания можно конечно выиграть но слиться но при поражении редко когда получается выжить но тоже иногда можно поэтому думайте при этом на разных танках разные параметры учитываются то есть не все эти четыре параметра всегда на всех танках работают на ваш рейтинг вот допустим на маусе все эти параметры работают а вот на каких-нибудь ЛТшках или бумажных СТшках не все, на бронированных тяжах учитываются все параметры, а на бумажных ЛТшках и СТшках учитывается только количество уничтоженных машин противника, нанесенный урон, плюс урон по содействию и выживаемость. Так что даже если вы общие циферки сравниваете на разных аккаунтах, это не значит, что из-за этих циферок у кого-то рейтинг выше или ниже, нужно еще посмотреть, а на каких танках на том аккаунте больше всего играли и на этом, и тогда станет ясно, какие цифры больше влияли, а какие меньше. Надеюсь вы не запутались, тут все довольно таки просто, но всегда найдется какой-то танкист, который что-то не понял, тогда можете в комментариях что-то писать, что вы там не поняли. Пока что мне кажется все просто и примитивно и понятно. Также еще на странице с новостью написан совет, как поднять рейтинг, нужно больше разных танков катать и катать хорошо, тогда у вас и будет высокий рейтинг, а не закатывать один танк до дыр. Самое выгодное, как поднимать рейтинг, это много танков катать на высокий рейтинг, как бы это не очевидно казалось, если у вас есть допустим один любимый танк и вы просто до дыр его затерли, показываете на нем невероятный результат, то по формуле умножение не на что умножать, потому что вы один танк катаете, но если вы много танков накатаете на высокий рейтинг, то там все так перемножится, что вы обалдете от этой цифры, вот в чем прикол типа. Но в этом тоже есть логика, разные танки, разные стили игры, все это нужно уметь, понимать, знать, да еще и, ну, скажем прямо, не все танки в игре имбовые, чтобы прям на всем катать. Нужно еще разбираться, сколько и где нормальных танков, чтобы много этих танчиков найти у себя в ангаре, собрать их и покатать. Еще и каждый надо суметь реализовать. Да, новый рейтинг мира танков очень красивый, там можно настроить медальки, поставить какие хочешь, там лучшие ваши рекорды, посередине огроменный значок с этими трещинами, щелями, палками, полосочками, называйте их как хотите. Это все круто и классно, и даже удобная менюшка, которую можно переключать и наслаждаться еще более глубокими циферками, прямо окунуться во всю свою статистику, либо же чью-то. Но вопрос, есть еще некий, вот допустим у меня на аккаунте 90 тысяч боев, и как-то так совпало, что как раз таки у меня и есть 90 тысяч боев на основном аккаунте. Я начинал играть в 2013 году, и первые мои бои были сыграны не то что хуже, чем сейчас, в разы хуже, намного, настолько хуже, что там просто цифры в разы меньше. И многие, наверное, думают, что эти цифры тянут ваш весь аккаунт на самое дно, поэтому вы никогда не подниметесь с этого днища, ваши циферки будут всегда низкие. И о чудо, берем аккаунт, на котором я недавно сыграл тысячу боев, ну там тысяча с хвостиком, будем говорить тысяча. Смотрим на тот аккаунт, где я сыграл тысячу боев, и что мы видим? Практически одинаковый рейтинг. Из этого делаем вывод, что люди, которые думают, что ваш старый аккаунт огромный с кучей боев тянет вас на дно старыми боями, где вы играли плохо, это все чепуха. Ничего никуда не тянет. У меня вот есть два аккаунта, 90 тысяч боев и тысяча боев. И там одинаковый рейтинг. Отличается он лишь только потому, что на одном аккаунте я катал одни танки, а на другом другие. И эти танки я не выбирал, а вы заказывали на стримах, и я их катал. И многие из этих танков далеко мне не по нраву, абсолютно. Но они вам чем-то там понравились, вы захотели на них посмотреть, я вам показал. Некоторые танки я на основном аккаунте катал, некоторые вот эти на втором аккаунте катал. А рейтинг практически одинаковый. И на этих разных танках разные параметры влияют на рейтинг этого танка. На одном одни параметры больше влияют, на другом другие. И плюс-минус я отыгрывал на всех танках хорошо. Поэтому и вышел в целом практически одинаковый рейтинг. Довольно-таки высокий. Из этого делаем вывод, что... Наверное, этот рейтинг не учитывает все-все-все ваши бои, доисторические, которые вы сыграли 10 лет назад. Да в этом и смысла нет. Тогда была другая игра, с другими скоростями в бою, с другими механиками, перками. Тогда не было много чего там. Полевых модернизаций, оборудование 2.0, карты были другие, они вообще были SD, а не HD. Какой смысл вообще их учитывать? В то время со средним уроном 1500 спокойно можно было одержать процент побед 61, допустим. Как у меня на основном аккаунте, некоторые древние танки с такими циферками до сих пор в статистике и написаны. Но если бы они учитывались, они бы реально тянули аккаунт на самое дно. Но циферки-то одинаковые, что на аккаунте с 1000 боев, что на аккаунте 90 тысяч боев. Кое-где я читал, что статистика учитывается за последние 3 месяца, когда вы именно играли. Я у разработчика спросил, он мне ничего не ответил, послал меня в эту новость. Я на нее посмотрел, там не написано за все время учитывается, за 3 месяца, за 1, 2, 10. Я уже не стал лишний раз мучить разработчиков своими этими дурацкими вопросами. Видимо, раз меня послали на эту новость, больше чем в новости написано, знать не положено. Ну а я вам скажу больше чем в новости. Я по своей логике понимаю, что скорее всего так наверное и есть, что за последнее время, допустим вот за 3 месяца, как вы отыграли разные танки, такой рейтинг у вас и есть. Поэтому нет смысла говорить, что ваш большой аккаунт тянет вас на дно. Единственное, что вас может тянуть на дно, это ваши клешни. И чем они больше, тем глубже вы пойдете на днище. Все. Если вы хороший игрок, то и рейтинг будет у вас хороший, как ни крути. Поэтому играйте на разных хороших танках, показывайте на них высокие результаты и будет у вас высокая статистика. На канале полным-полно гайдов, можно научиться играть или посмотреть, как я играю на стриме и повторять за мной. Либо если не нравится, как я играю, вы можете выбрать любого другого топ игрока и просто за ним повторять, накатывать практику, исправлять свои ошибки в боях и все будет у вас хорошо. И со скиллом, и с рейтингом, и с процентом побед, и с новым рейтингом мира танков. С вами был Варчик, играйте красиво, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии с никами. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok